Рязанцы Крещение – это один из важных православных праздников. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордань и явление Бога Отца. Отсюда, кстати, и пошло второе название для праздника – Богоявление. В эти дни проводятся литургии, освящается вода. Однако к погружению в прорубь никто не призывает. Это необязательное таинство. Вообще смысл крещения немножечко не в воде. Но есть очень хорошая благочестивая традиция. Традиция радостная, традиция интересная и традиция, позволяющая совместить и здоровый образ жизни и духовные составляющие, духовные скрепы. Нельзя акцентировать внимание на каком-либо возможном гипотетическом прощении грехов во время купания. Это невозможно. И грехи Господь прощает только через покаяние, а не через омовение в крещенской купеле. В 2021 году изменились сами крещенские купания. Причиной тому стали меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. У входящих измеряли температуру, а в самой зоне погружения могли находиться не больше 50 человек. Для удобства на озере были оборудованы деревянные сходни, а на берегу установлены отапливаемые палатки для переодевания. Здесь же дежурили врачи и сотрудники МЧС, а также полиция. Традиционно праздник начался с таинства освещения воды. Его провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Будем не просто воспринимать этот праздник как праздник радости, праздник, когда можно провить свою удоль, погрузиться в воду. Будем помнить о грозном и великом значении этого праздника. Праздник напновления, праздник очищения. Уже утром 19 января все верующие могли прийти в храм для освещения воды. В главном кафедральном соборе города службу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Валерий Седов, телекомпания «Город».